всем привет ну не сидится мне на месте попросили знакомые задуть пластиковые элементы от форда бампер, задний бампер, куски, уголки и листва, задуть все это раптором, ну я же конечно согласился поехал сегодня с утра, заехал к Вайту в магазин, хоть увидел вживую девчат такие прямо активные, общительные вот казалось бы, надо чуть-чуть, да, сам раптор есть клиент со своей машиной у него еще осталось у него джип, то есть осталось две банки раптора, хорошо ну по мелочи, салфеток взять скотч брайт, скотч все равно нужен, чуть-чуть наждака обезжирка у меня была грунт по пластику, шпатлевку для пластика, потому что сам бампер там надо будет чутка подпаять и шпатлюнуть не гоже оно ну пистолет, само собой у меня нет несчитаемого в цену то есть по мелочи, по мелочи выкинем отсюда пистолет и получается 500 грин, то есть 20 баксов это вот просто то, что необходимо взять помимо самого материала это у меня растворитель для мытья потом пистолета им же мы сейчас пробежим, обмоем, обезжирим первый проход бампер, потому что на бампере сранья будет, я больше чем уверен много пистолет что там не написано было хоть какие лейбы печати там я уже рассказывал о том, как пистолеты штампуют китайцы то есть тут может быть стоять печать упал, сико, диди, дсс кар до задницы главное, чтобы он работал, вот эта вот регулировка это регулировка, подача давления удобнее, чем быстросем затыкать и в цену он не сильно как бы влияет на цену есть пистолеты для гравика с регулируемым носиком то есть менять шагрень к сожалению, таких пистолетов в наличии я не нашел поэтому взял но это самый простой самый дешман и структура у нас получится вот такой то есть будет один в один черный раптор нанесен крупный такой, как гравитекс сухой это на вот этого вот монстра порядок действий бампер у нас такую малость поживший клиент говорит да, насрать, давай так сделаем ну, не гоже оно мы сейчас подогреем чуть пропаяем и протянем шпатлевкой структура раптора чуть-чуть закроет это и вот это вот надо сделать прям совсем плоховасто тут уже углы порваны короче, для этого и нужен шпатлевка по пластику шпатлевка по пластику и грунт по пластику начнем с того, что все перемоем водой с мылом просто очистим процесс работы уже потом покажем а паяльник Ванькин? ну ясно с ним сразу видно паяльник электрика носик подогнут, заточен подколхозили чуть-чуть как получается потому что паяльником без ничего, конечно, сделать сложно что-либо сейчас вот это все подчешем я покупал только мокрые наждаки я взял 100 и 180 сейчас соткой собьем самое-самое говно обезжирим, все прошпатлюем тут изнутри кинул кусочек пластика отрезал вот такое ушко подпаял чтобы дырки не было ну и тут изнутри что смог то прошел здесь вроде как все нормально надо только обезжирить растиком пройтись поотмывать а здесь попробуем еще тоже соточкой пройтись потому что задняя часть сумками зачуханная так, бодро так, ну с оточкой в принципе почухано так все в нормальдях риска для этого для раптора вообще огонь но внутри-то у нас глянец и шпаклотом держаться не будет поэтому зеленый скотчбрайт и до матового состояния все оно несложно как бы вот все готово но сделать это надо иначе будут косяки хоть и делаем как бы быстро но не надо чтобы послезавтра отвалилось что-то это все так, ну тут подчухал не знаю буду тут шпатлевать не буду сейчас посмотрим так же все вычесал протер сейчас наносим грунт по пластику чисто для усиления адгезии потому что шпатлевка как-то мне не нравится пластик он как будто жирный такой тянется есть такие пластики на ощупь как будто жирноватый вот его лучше пройти грунтом по пластику дать спокойно 5-7 минут тут на солнце все быстро высыхает и потом смело работать со шпатлевкой шпатлевкой тоже для пластика пока идет подсушка грунта на солнце расскажу так коротко то есть почему был применен грунт кроме того что есть механическая адгезия то есть риска в случае с химией то есть грунт нам дают химическую адгезию в этом случае применен он потому что пластик кто с пластиками много работал тот понимает о чем речь есть такие как будто жирные скользкие скользкие пластики скользкий тип вот его лучше использовать грунт для пластика единственный косяк который может быть когда от него отшелушивается шпатлевка это вы не дали нормально высохнуть грунту во всех остальных случаях это только увеличивает адгезию но никак ее не ухудшает вопреки там всяким мифам и недопониманиям мастеров теперь почему грунт может не досохнуть потому что это не грунт наполнитель его не надо наливать он просто напыляется таким тонким слоем как правило сейчас во всех грунтах для пластика добавлено серебро вот его можно видеть оно поблескивает вот оно сделано просто как зерно которое мы видим сколько мы напылили потому что раньше когда были прозрачные грунты их наливали пока не течет вообще пару моментов по шпатлевке для пластика столько же отвердителя кладется как и в обычную шпатлевку и то что она дольше сокнет это не значит что вы ошиблись это значит что это шпатлевка для пластика и она реально сокнет дольше вот так вот на солнце сейчас про шпатлю оставлю ну минут наверное на 30-40 чтобы она высохла нормально это шпатлевка пп ребят извиняюсь за звук забыл микрофон потому что в спешке собраться ехать было мне далеко сюда просто забыл микрофон постарался уложить с одного слоя потому что не тот случай чтоб выделываться но по крайней мере самые глубокие вот эти вот все косяки он шпатлевка прикрывает тут я смогу чуть-чуть пильнуть формочку ну теперь все по-мужски соткой мокрой без каких-либо брусков потому что забыл чтобы взять просто-напросто вычесываем но она в принципе будет легко чесаться и после сотки все пройду зеленым скач брать там промотую хорошо бампер в принципе в этой части готов то есть все самое глубокое завалено остальное raptor закидает эти вот маленькие прожилки так и оставляем берем зеленый скотч брать и теперь на сухую прочищаем вот эти торцы по плоскости пробегаем риска как бы не видно потому что пластик структурный но он делает определенной глубины для пластика риску ну как бы взъерошиво чуть приподнимает плюс грунт по пластику будет то есть адгезию создаем так все готово протерто перетерто далее вход вступает обезжирка даже которой фар обезжиривала уже обезжирил есть пластик еще две трети баллона есть распылять на поверхность не буду потому что смысла нет солнце жарко испаряется поэтому дуем в тряпку да такой способ дорогой конечно не железбанки но моим еще моим это быстро испаряется теперь нанесем грунт по пластику нанесем его вот там вот в помещении то есть сейчас нанесу на эту часть помещения грунт по пластику вынесу их на улицу занесу бампер в помещении нанесу на него грунт по пластику и уже буду фигачить пока этот простаиваться на улице здесь на солнышке раптором наносить грунт по пластику в помещении чтобы было прохладнее чем на улице также тонким слоем представляем большего нам не надо он такой делать легкую мокрость раптор что из себя представляет бутылку без опознавательных по пиктограммам то есть курите техничку это вся пиктограмма написано налить смешать и стрельнуть подобно подробно переводить а сколько налить на банке и написано спасибо владу позвонил мне напомнил что 250 короче литр идет на 4 таких я вроде помню лучше надо уточнить хорошо перемешиваем сначала сам раптор потом вскрываем его наливаем туда отвердос если я не ошибаюсь даже то наливать его надо вот эту вот кайму это будет как раз 250 весов у меня нет посему так и налью пока грунт по пластику сохнет я здесь размешанный раптор потренируюсь это задняя панелька под пластиком еще новый инструмент промыть растворителем хоть чуть-чуть я уже его пропшикал потому что хрен его знает на что его собирали что-то внутри какие смазки солидол еще что-то мы сейчас возьмем сиронем мало то что жировые пятна могут пойти так еще и поотваливаться и смывать потом это сразу промыли и забыли хорошо перемешанная с отвердосом больше тогда ничего не добавлялось он накручивается на любой гравийный пистолет раптор также тофлайнер у боди то есть все у них одинаковое все одинаково работает и берем с регулятором чтобы сейчас выставить тот шагер который нам будет нравиться меня как бы полностью устраивает давление подобрал теперь главное чтобы никакая дрянь тут не прилипла за за это время сейчас переложим на другой стол выкатываем лепесточки и на них накидываем ну такая структура получается два слоя 1 вот так и крестом вторым проходом чтобы все было равномерно на этом и остановимся оставляем так прямо на солнце ничего с ними страшного не будет пока он сохнет сейчас холодки нанесем грунт по пластику на бампер 10 минут и кто-то уже как раз чутка подсохнет главное чтобы ничего тут не налетела типа мошки так но если весь пластик и вот этот часть тоже в один слой делалось кстати вот тут я чуть подшпаклевывал но не сильно и царапок не видать то тут я первый слой пройду такой накидаю шубку тонкий из большого расстояния второй слой уже сделаю мокрым как и там чтобы закрыть вот это вот посыпаю ну это первый сейчас минут 15 наверное может 20 класса получается не нравится второй пролившим на одинаковом стиле не был потому что кстати если не пролить то есть можно получить разный оттенок так он будет более матовый если залить он будет более глянцев можно поиграться плюс-минус не до металлик ну все мне банки хватило аккуратно весь пластик бампер как бы в полтора слоя инструмент теперь надо промыть для этого есть растворитель это материал который не гравитекс который бензином можно мы берем растики фигачек вот так можно будет хоть его положить и значит он чистый но хороший пистолет рабочий он такой с двухмиллиметровой толщиной ростом и так чуть-чуть его положил и нормально все готово результат в принципе хороший мне по крайней мере устраивает в общей сложности с момента приезда до момента мытья инструмента заканчивания 5 часов ровно не считаю это нормально хороший такой баран получился вот тут паяна и прошпатлевана вот тут где-то дырка была создавайте олянем аня вот не видать все ровненько все хорошо 20 минут на солнце уже высохла по крайней мере на палец ничего не берется но общей сушки часов 8 я не помню сколько у раптора точно на 8 часов его по моему трогать вообще не стоит тем более тут полтора слоя и а и и ну вот в принципе и все пять часов работы не так уж много я хоть растворителей понюхал чуть-чуть костюмчик проветрил лежат застоявшихся ваня доволен все хорошо клиенту отдадут машину мне отзвонятся потом скажут на этом у меня все такой как итог raptor довольно таки хорошо спасает при таких вот ремонтах raptor там держаться будет зубами хрен отгрызешь конечно на вкус и цвет все фломастеры разные но клиент сам захотел он знал что он хотел у него уже есть такой образец его это устраивает конечно цена ремонта дороже именно по материалу нежели гравитексом то же самое сделать но по качеству это выше на порядок